Архиважный объект вот-вот сдадут в эксплуатацию. Много лет воспитанники спортивной школы «Авангард» занимались в разных микрорайонах города. Сейчас это новое здание по улице Юбилейной 10-я, построенное в рамках инвестпроекта, будет в распоряжении юных волейболистов, баскетболистов, теннисистов, легкоатлетов, гонболистов и многих других. Внушительных размеров каждое помещение и, конечно, спортивные залы. Вот это покрытие, оно, я смотрю, такое, даже на ощупь упругое, оно из чего сделано, из чего выполнено. Это покрытие он не спорт, но увеличена толщина он не специально, то есть это не обычный линолеум коммерческий. Вот я и смотрю, что это специальное спортивное покрытие, которое изготавливается именно для спортивных залов. На площади 4000 квадратных метров сразу два спортивных зала, оборудованных современным спортинвентарем. По соседству тренажерные и хореографические залы. Здесь одновременно могут заниматься спортом 160 детей. Поэтому вопрос безопасности также в приоритете. Сзади вас находится комната охраны. Вы иногда обратили внимание, у нас много камер и по периметру, и внутри самого помещения. То есть безопасный город у нас в программе существует. Спортивная школа «Авангард» славится не только своими победами, но и адаптивной работой с людьми, имеющими особенности физического развития. Для них здесь тоже созданы все условия. Здесь что-то предполагается, то есть условия есть. Условия есть. Входная группа нормальная. Санузлы предусмотрены. Вот на самом деле важная категория, нужная. У меня такой вопрос. Да, действительно, у нас работа ведется на территории. Непосредственно школа наша, которая «Авангард», здесь будет базироваться. У нее спортсмены адаптивных отделений имеются. Вот поэтому мы будем продолжать работу. Здесь спортсмены смогут заниматься адаптивным футболом. Часть инвентаря уже закуплена. Большое спасибо администрации, что заметили школу «Авангард», которая приносит большие победы, как, допустим, в адаптивном виде спорта. Легкая атлетика у нас лидирующая. Многие дети у нас даже в сборной находятся в России. Ну, помимо областных сборников, еще и в сборной России. То есть мы гордимся, и мы заслужили это помещение. Ну, а уже приметили будут кубки стоять? Кубки? Да, приметили. Мы сейчас заказали себе. Помимо кубков у нас будет еще аллея славы наших спортсменов. Как сегодня отметили члены депутатской комиссии по физической культуре и спорту, открытие нового спортивного сооружения станет новой вехой в истории спортивной жизни округа. Тем более, что реализация этого проекта стала пилотом в Подмосковье. И соревнования, и тренировки. А с учетом того, что нам порой не хватало площадей, и мы ходили в школы просить, как бы арендовали там площади на безвозмездной основе. Естественно, для нас очень важно, что сейчас у нас есть такие шикарные залы. В двухэтажном здании будут заниматься 700 юных мытищенцев. Люди с ограниченными возможностями здоровья, участники клуба «Активное долголетие» и не только. Официальное открытие нового спортивного комплекса «Школа «Авангард» запланировано на середину декабря. Так что юные спортсмены отметят Новый год уже в новом здании. Но, как обещают организаторы, заниматься в новом учреждении смогут все жители большого микрорайона, в том числе и взрослые. Продолжение следует...